Дети с участкой для педиатров почти как родные растут буквально на глазах. Здоровье трехлетней Иры Беляевой и ее старшего брата Ильи в надежных руках Павла Бережанского. Он профессиональный, он не то что как педиатр, он еще и как аллерголог, хороший врач. И у меня и старший сын у него тоже наблюдается. Поэтому, если что, мы всегда к нему. И причем, когда много народу, там по записи он всегда отзывчивый, он всегда принимает, никогда там не откажет. Сейчас пациентов в амбулатории редкость. Плановый прием врачи не ведут, чтобы не допустить распространения коронавируса. Двери открыты для тех, чье состояние на профессиональном языке называется неотложным. Все консультации только на дому. Как показывает практика, чаще всего можно обойтись и дистанционным приемом. Например, в WhatsApp. Для этого Павел Бережанский создал горячую линию. Она заработала три недели назад. С утра я встал, посмотрел, потому что некоторые неотложные вопросы приходят ночью. Особенно по температуре, по нарушению желудочно-кишечного тракта и так далее. Какие-то, я быстро прористываю, если есть какие-то экстренные, прямо чего-то где-то сделать или куда-то направить, сразу отвечаю. Какие-то вот я отвечаю попозже, по пути уже. Никаких голосовых сообщений, только текст, коротко и по существу. Фотографии приветствуются. В день Павлу Вячеславовичу иногда приходят до ста сообщений. Доктор старается уделить внимание каждому. Изначально я планировал выделять, конечно, час-полтора, но по времени уходит больше. Потому что, говорю, некоторые вопросы требуют уточнения. Созваниваешься с мамой, чаще это мама. Созваниваешься с мамой, а еще возникает параллельно куча других вопросов. Потому что если дети маленькие, у них прикормы, как расти, каких нам специалистов, а что нам делать, а не ползает, не сидит и так далее. Очень много вопросов, конечно, по детям до года. Потому что плановые посещать не могут и вот стараемся тоже решать по телефону. По итогам недели топ самых популярных вопросов. Ответы на них Павел Бережанский собирает в один пост и публикует его в своем аккаунте в Инстаграм. Сначала лидировали жалобы на температуру, затем на бытовые травмы. На прошлой неделе были вопросы по ожогам и бытовым травмам. Это вот прямо вошел в топ вопросов. Потому что, видно, люди уже устали сидеть дома, маленькие дети. Три недели на карантине, как бы очень тяжело сидеть. Поэтому по ожогам были, но, слава богу, у всех ожоги легкие. Ну, да, первой, второй степени были. Ну, эти моменты, опять же, тоже можно решить удаленно, без консультации врача очной. Во время приема, когда нет пациентов, по дороге на вызовы и обратно, телефон всегда в руках у доктора. Нужно успеть ответить на все вопросы в рабочее время. А дома Павла Бережанского ждут жена и четверо детей. И каждый из них за день соскучился по папе. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.